МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на РТВА. Мы работаем в прямом эфире по обе стороны океана. В студии в Москве Гарри Книгницкий. А в Нью-Йорке Екатерина Катарикадзе. И вот главные темы выпуска. Разгул немецкой демократии или угроза ей? В Берлине на заседание собирается после выборов Бундестаг. Впервые с ультраправами в его составе. С подробностями Константин Гильденсвайк. Журналистка Эхо Москвы Татьяна Фельгенгауэр пришла в себя после операции и даже написала письмо с благодарностью за поддержку. Нападавший обвинен в покушении на убийство. Бывший гендиректор РТВА и возглавит предвыборный штаб Ксении Собчак. О чем еще она рассказала журналистам? Московская премьера Матильды. У красной дорожки первые задержанные. Доставлена почтой России. Телеграм не выполнил запрос ФСБ, потому что получил его слишком поздно. Журналистка радиостанции Эхо Москвы Татьяна Фельгенгауэр, на которую вчера напали с ножом прямо в редакции, пришла в себя. Накануне ей провели операцию, а сегодня к Татьяне пустили родных. Она по-прежнему в тяжелом состоянии на аппарате искусственного дыхания. Нападавший Борис Гритц обвинен в покушении на убийство и отправлен под арест на два месяца. Сам он, впрочем, утверждает, что убивать Татьяну не хотел. Ранее на допросе безработный 48-летний мужчина сказал, что у него с Татьяной Фельгенгауэр телепатическая связь и что она его постоянно преследует. Косвенным подтверждением неуравновешенности Гритца мог стать его блок, в котором читается параноидальная одержимость этого человека, ведущей популярной радиостанции. Однако уже вчера следствие предварительно признало его вменяемым. А эксперты заподозрили, что блок Бориса Гритца мог быть создан недавно. Все записи в нем могли быть сделаны для отвода глаз. Возможно, речь идет о вполне осознанном, тщательно спланированном покушении. Напомню, безработный гражданин России и Израиля Борис Гритц напал на заместителя главного редактора «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр днем в понедельник. Нападавший брызнул из баллончика в охранника на входе в офисное здание, пролез под турникетом и поднялся на 14 этаж. Фельгенгауэр была в гостевой комнате радиостанции. Гритц подошел к ней, приобнял и ударил ножом в шею. Сразу же возникло множество вопросов, к примеру, о том, как так совпало, что в здании с плохо работающими лифтами обвиняемый в считанные минуты оказался в гостевой комнате. «Эхо Москвы». Тут, Кате, надо отдельно сказать, что нападение на Татьяну Фельгенгауэр очень многих в Москве шокировало. Мэр российской столицы Сергей Собянин написал в Твиттере, что, цитата, держит ситуацию на контроле. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что взял расследование под личный контроль. Отреагировали его БСЕ и в Совете Европы. Высказался и пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Он выразил сочувствие Татьяне и ее близким, однако тот же назвал Гритца безумцем и подчеркнул, что нападение не связано с ростом агрессии в отношении независимых журналистов. А я еще раз Гаррием все-таки напомню, что предварительно Борис Гритц признан вменяемым. Катя, а знаешь, что еще характерно? Что журналистское сообщество оказалось удивительным образом расколото. Что одни сразу стали искать тут атаку на либеральную прессу, другие, что это либеральная пресса подстроила нападение, дабы кого-то спровоцировать. Я просто читаю Фейсбук и вижу два параллельных мер. Меня успокаивает Гарри лишь то, что по обе стороны есть коллеги, которые просто искренне сочувствуют Татьяне и желают ей выздоровления. Мне кажется, в таких случаях профессиональная солидарность дороже политических пристрастий. Да и не только в таких случаях на самом деле. Британскому финансисту, основателю фонда Hermitage Capital, Уильяму Браудеру снова разрешили въезд в Соединенные Штаты. Об этом он сам написал в Твиттере. Браудер добавил, что уже зарегистрировался на рейс и намерен, я цитирую, «разобраться с фальшивым ордером на арест Интерпола». Восстанавливать право финансиста на въезд в США пришлось в ручном режиме, сообщили ТАСС в Американском министерстве внутренней безопасности. Визу Браудера аннулировали после того, как Россия в одностороннем порядке объявила предпринимателя в международный розыск по линии Интерпола. Четыре года назад российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии по обвинению в неуплате налогов. Сам финансист уверен, преследование связано с делом погибшего в СИЗО «Матросская тишина» Сергея Магнитского, юриста компании «Файерстоун Данкен», который в том числе ввел дела фонда «Хермитедж Кэпитал». Он утверждал, что раскрыл коррупционные схемы почти на 200 миллионов долларов, в которых участвовали российские чиновники, сотрудники МВД и ФСБ. В 2012-м США приняли так называемый «Акт Магнитского». Сначала он был направлен против подозреваемых в смерти юриста, затем его расширили. Главным лоббистом этого закона считают как раз браудеры. Новый вирус-шифровальщик атаковал сегодня компьютерные системы в Украине и России. Кибернападению подверглись аэропорт Одессы, Киевское метро и сразу несколько российских средств массовой информации. Среди них «Фонтанка» и «Интерфакс». В последнем вышли из строя почти все сервисы. Об этом сообщил заместитель гендиректора агентства Алексей Горшков. Вирус заблокировал компьютеры и потребовал выкуп за разблокировку 0,05 биткоина или почти 300 долларов. В компании групп IB, она занимается расследованием киберпреступлений, RTVI заявили, что вирус-шифровальщик называется «бэтрэббит» — плохой кролик. Похоже, опять же, на кибероружие и факт, что расшифровка будет работать. В последний раз, похоже, ВИЧ прилетела с территории Северной Кореи. Это уже третья эпидемия вируса-шифровальщика в нынешнем году. Ранее миллионы компьютеров по всему миру блокировали вирусы WannaCry и PETA. Их создатели требовали выкуп. Рейтер со ссылкой на кампанию по оценке рисков Science сообщает, что совокупный экономический ущерб для всех атакованных государств составил почти 8 миллиардов долларов. Главой предвыборного штаба Ксений Собчак станет бывший генеральный директор RTVI Игорь Малошенко. Об этом неожиданном выборе телеведущая объявилась сегодня на первой пресс-конференции в качестве потенциального кандидата на пост президента России. Малошенко, известный медиа-менеджер, один из основателей НТВ. Он уже проводил одну предвыборную кампанию Бориса Ельцина в 96-м году. Еще из важного. Ксения Собчак, видимо, после яростной критики, в соцсетях заявила, что будет добиваться освобождения, цитата, «невинно осужденных и невинно заключенных». Речь, в частности, идет о фигурантах болотного дела и режиссере Олеге Сенцове. Наш коллега Константин Рожков сегодня был среди многочисленных журналистов, которым удалось буквально протиснуться в зал, где проходила пресс-конференция Ксении Собчак. Кандидата против всех. И вот как все это было. В том, как была организована пресс-конференция Ксении Собчак, не обошлось без технических неполадок. Журналистов пришло значительно больше, чем мог вместить зал в электротеатре в центре Москвы. В итоге некоторые из наших коллег внутрь просто не попали. А тех, кто попал, по оценкам организаторов, было чуть больше 250 человек. То ли не ожидали такого внимания прессы, то ли и ожидали, но не смогли позволить себе более просторную площадку. Нам удалось буквально протиснуться в первый ряд, встать так немножечко сбоку, именно оттуда задать наш вопрос Ксении Собчак о том, собирается ли она оставаться и дальше в политике после завершения этой предвыборной кампании, выиграть, которую она, судя по всему, пока не рассчитывает. Вначале Ксения отвечала так немного кончево, но мы еще раз уточнили у нее о планах на будущее. Останетесь ли вы именно в политике после этого? Это очень зависит от того, что произойдет на этих выборах. Насколько люди готовы будут принять вот этот мой призыв по поводу общенационального референдума. Сколько процентов для вас будет с хорошим результатом? Вы знаете, я не считаю людей в процентах. Ксения Собчак была одета в строгий серый костюм, ничего броского или сильно выделяющегося. Если рассматривать это как часть предвыборного образа, в таком случае кандидат в президенты Собчак, пожалуй, хочет произвести впечатление серьезной женщины и еще больше подчеркнуть разрыв с прежним образом светской львицы, о котором сейчас все чаще вспоминают. Кстати, как нам показалось, больше всего ее задели вопросы, где содержался намек на то, что она далека от народа. Ее даже попросили назвать среднюю российскую зарплату. Вы вот правда думаете, что сложно выучить какие-то цифры, что ли? Средняя месячная зарплата сейчас 35 тысяч рублей по России. Несколько раз Ксению Собчак спрашивали, как будет финансироваться ее компания. Как она сказала, пока на ее деньги, но их хватит только на первое время, и что ее команда открыта к переговорам с бизнесменами. При этом в самом начале пресс-инференции она поблагодарила Михаила Ходорковского, который, как она сказала, выразил поддержку ее идеям. А вот что такое миллиард? Звучит это как огромная цифра. А в реальности это 15 миллионов долларов. Для огромного бизнесмена, для богатого человека 15 миллионов долларов – это вполне понятная сумма. Украинский журналист Роман Цымбалюк, тот самый, который задавал острые вопросы на всех последних пресс-конференциях Владимира Путина, тоже был в зале. Он сказал, что они с Ксенией Собчак – люди одного духа и одного поколения, и ожидаемо спросил про Крым. С точки зрения международного права Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать. Как это будет происходить? Что будет дальше? Как будет продолжаться жизнь людей, которые живут в Крыму? Там действительно огромное количество русских людей, которые это действительно поддерживают. Несколько раз в той или иной форме Ксению Собчак спрашивали об их отношениях с Владимиром Путиным. Она сказала, что несмотря на то, что во многом не согласны с ним, как с политиком, тем не менее никогда не будет оскорблять его лично, так как, цитирую, «в трудный момент жизни он помог нашей семье и спас жизнь моему отцу». Также на этой пресс-конференции Ксения Собчак представила свою команду. Ее штаб возглавит Игорь Малошенко. В свое время он был одним из основателей НТВ и генеральным директором телекомпании RTVI. Нашей съемочной группе удалось первыми взять у него интервью. Сеня отказалась отвечать на вопрос про проценты избирателей? Может, вы скажете? После Брекзита и выборов Трампа я могу повторить только слова одного американского профессора, что не читайте опросов общественного мнения, выбросьте их в корзину. Вы думаете, что Ксения может получиться так же, как с Трампом в Америке? Неожиданная победа? Ну, так, вопрос не ставится. Это совсем не Америка. И Ксения близко не имеет тех шансов на успех, который имел Трамп. Эта пресс-конференция проходила не просто в театре, а прямо на сцене. И когда все закончилось, ее стали спешно готовить для вечернего спектакля. В каком-то смысле это, наверное, даже символично. Сейчас одна из главных задач для Ксении Собчак убедить всех, что она является, а не играет роль кандидата в президенты, и что она не участвует ни в чьей постановке. Константин Рожков, Леонид Бабков, RTVI, Москва. Сегодня в Германии приступили к работе новоизбранные депутаты. Число фракций в Бундестаге выросло до семи, но главное впервые в современной истории ФРГ. В парламент попала ультраправая партия альтернативы для Германии. Именно от нее русскоязычного избирателя представляют сразу два депутата. И уже сегодня стало ясно, как сложатся отношения привычного истеблишмента с дебютантами. Их первую же инициативу Бундестаг отклонил разом за 10 секунд. А против кандидата от националистов на пост зампреда парламента, он полагается вообще-то каждой фракции, депутаты проголосовали три раза подряд. Из Бундестага Константин Гальденцвайк. Из-за нюансов громоздкого избирательного права Германии, новый Бундестаг разросся до 709 депутатов. Больше, шутят сами народные избранники, лишь в Китае и КНДР. Мало того, что теперь даже в этом гигантском парламентском комплексе места многим не хватает. Так еще и никто не хочет соседствовать с новой фракцией ультраправых, альтернативой для Германии. В итоге им досталось это здание нацистских времен. По иронии судьбы, первыми новоселами в 1937-м здесь была гитлеровская МВД. В зале пленарных заседаний они сидят строго напротив мест для будущего правительства Меркель. На нее новые правые уже объявили охоту. Так быть с 92-мя соседями, пришедшими во власть на призывах забыть о Холокосте, вспомнить о достижениях вермахта и отрицать ислам как религию. В кулуарах много национального парламента, не только для турка Омида Норипура. Это больной вопрос. В эмоциональном плане тяжело смириться с тем, что открытые расисты попадают в Бундестаг впервые за десятилетия. Но мы справимся и защитим демократию. Можно расстраиваться из-за того, что почти 13% избирателей выбрали альтернативу для Германии. Но ведь другие 87% и ее не выбирали. Мы знаем по опыту земельных парламентов. Их фракция, чем придерживаться демократических правил игры, будет пытаться раздувать скандалы ради внимания публики. И все зависит от того, научимся ли мы с ними работать. Но с самого начала попытки разумной работы едва не оборачиваются провалом. Первое заседание Бундестага должен вести старейший депутат. Это Вильгельм фон Готберг, один из самых радикальных представителей националистов. Ради того, чтобы не допустить такой символики, все прочие фракции вдруг толкуют по-новому регламент парламента. Вместо старейшего избранника коллег приветствуют самый опытный по депутатскому стажу. Альтернатива для Германии сходу идет в атаку. Ведь избиратель отказал в доверии прежнему составу парламента именно от того, что вы вместе превратили его в междусобойчик, вытеснив всякую конкуренцию. И сейчас стремитесь к тому же в вопросе о президентстве в Бундестаге. Но народ вам вынес свое решение. Бальзамам на душу эти слова отдаются только в Москве. Уже просившие у Москвы денег, ультраправые обещают наводить мосты с Кремлем. Хотя и сами понимают, с 13% голосов многого тут им не добиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы наладить разумный диалог между Германией и Россией. И советуем российской стороне вести его именно с нами. А если точнее, Крым и санкции? Крым и санкции слишком конкретные темы. Пока что нашей фракции нечего на этот счет сказать. Нечего сказать сегодня и Ангеле Меркель. Одновременно с заседанием канцлер, вот она с будущим, вероятно, главой МИДа, критиком России Эсдемиром, продолжает вести переговоры о создании правительственной коалиции со свободными демократами и зелеными. И вот как этот расклад, очевидно, будет выглядеть в следующие 4 года. Альтернатива для Германии единогласна за, все остальные против и наоборот. Усмирять радикалов доверено корифею европейской политики. Экс-главе Минфина Германии Вольфгенгушойбле. Его сегодня выбирают президентом Бундестага. За минувшие месяцы в нашей стране все сильнее были слышны голоса тех, кто использует язык унижения и презрительности. Я считаю, что этому языку не место в цивилизованном обществе. А под окнами Бундестага и сегодня, и накануне митинги против расизма и ненависти в парламенте. На личности демонстранты не переходят, но всем здесь и так ясно, о ком идет речь. Мы вышли на улицу для того, чтобы показать. Эти люди не представляют большинство в нашей стране. Мы выступаем за Германию, в которой каждый человек наделен равными правами. И мы не хотим, чтобы история прошлого века опять повторялась. История едва ли повторяется точь-в-точь, но для Германии сегодня явно начинается ее новая глава. Константин Грегенсвак, Илья Лебентов, Лена Карпова, РТВА из Берлина. Сегодня состоялась московская премьера Матильды. По красной дорожке у кинотеатра «Октябрь» прошлись артисты. Это можно было бы назвать дежурным дефиле, если бы не скандал вокруг картины. Из-за многочисленных угроз создателям фильма и кинотеатрам, исполнитель роли Николая II, немец Ларс Айдингер, отказался приезжать в Россию. Его опасения сложно назвать преувеличенными. В целом, обстановка у кинотеатра, конечно, спокойная, сообщает корреспондент РТВА. Но меры безопасности заранее были приняты внушительные. Ну а перед премьерой полиция задержала трех православных активистов. Представители организации 40-40 стояли с плакатами и пели патриотические песни. Елизавета Смолякова побывала на премьере. Этот момент приближали как могли, но когда свершилось, похоже, все выдохнули. Ожидались беспорядки и протесты православных активистов, оскорбленных в чувствах верующих. Из-за этого кинотеатр «Октябрь», где проходила московская премьера, усилили меры безопасности. Как передает агентство ТАСС, полицейские все же задержали двух демонстрантов, которые провели у кинотеатра «Крестный ход». Но в целом, обстановка была спокойная. Если были и другие активисты, выступающие против картины, то они стояли молча. Вообще интересно просто посмотреть, потому что, на мой взгляд, настолько подогреты уж интересы с разных сторон. И в классическом продвижении пиара, и в неклассическом, и вообще в каком-то сумбурно-массовом, такого еще не было. То, что происходило, мне кажется, это какое-то безумие, это какой-то пляски непонятно кого. Точно не очень умных людей, смотришь. Ну, в школе такая шумиха, что должна оправдать себя, в конце концов. Знаете, нельзя давать оценку тому, чего ты еще не видел. И вот вокруг фильма очень много разговоров, особенно люди, которые протестуют на улице. Они же не видели кино, как они могут говорить. Исполнители двух главных ролей, польская актриса Михалина Ольшанская, сыгравшая Матильду, и немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший роль будущего царя Николая II, не приехали в Россию на премьеру, так как опасались угроз. Опасения были и перед премьерой в Петербурге, которая прошла в Мариинском театре. Ожидалось, что и там будут беспорядки. Действительно, группа из нескольких человек устроила перед входом молебен. Но все обошлось, премьера состоялась, как говорится, под молитвой и овацией. Замечательно прошла премьера, естественно, при полном, я бы даже сказал, переполненном зале. И для меня это было важно, именно сделать этот первый показ в Мариинском театре по многим причинам. Любовь, которая могла изменить историю, вот что хотел показать режиссер. Первоначально была идея снять фильм о балерине Матильде Кшесинской, но позже режиссер все изменил. Теперь это история взаимоотношений балерины с наследником престола Николая. Я не брался за некую любовную интрижку, которую мне хотелось показать и перенести на экран. А считаю, что эта именно любовная история очень сильно повлияла на судьбу нашей страны. Победой всех здравомыслящих людей сегодня назвал режиссер Алексей Учитель выход его фильма «Матильда в широкий прокат». Это произойдет 26 октября, в дни празднования столетия Октябрьской революции. Несмотря на протесты, на поджоги, на громкие выступления депутата Поклонской и заявления представителей православной церкви. Очень странно и по меньшей мере нелепо, что именно такой фильм выходит к столетию революции. Но представлять и Николая Александровича, и Александру Федоровну, и Александра Третьего, ну какими-то совершенно деградантами и врождающимися людьми, врожденцами, ну это просто оскорбление. Николай, который мечется между Матильдой и Александрой в постельных сценах, ну что это такое? Ну это просто безобразие, другого не придумал, другого слова не скажешь. Картину Матильда назвали антироссийской и антирелигиозной провокацией. Депутат Поклонская собирала подписи, чтобы запретить этот фильм, писала обращение в Генеральную прокуратуру. Что же такого в этом фильме? Вот первая реакция тех, кому удалось посмотреть его. Ощущение, облегчение, потому что наконец-то я посмотрела тот фильм, который обсуждают все почти год, то есть все, наконец-то я видела то, о чем мы все писали. Царь не представлен как-либо плохо, царь представлен наоборот, мало того, что достойно, у меня личное уважение еще больше к царской семье. Замечательная, красивая, рассказанная история любви, очень достойный фильм. Я журналист и православный человек, и у меня совершенно нет столкновений между двумя этими моими ипостасями личности. И здесь нет никаких оскорблений личности. У каждого художника есть право на самовыражение. Из-за широкого общественного резонанса этот фильм, безусловно, будут еще долго обсуждать. Когда столько сторонников и противников, наверное, стоит сходить в кинотеатр и увидеть эту картину, хотя бы для того, чтобы составить собственное мнение. Елизавета Смолякова, Сергей Митрофанов, Леонид Бабков, Арт-Севиай. Прокуратура штата Нью-Йорк начала расследование в отношении Вайнстейн Кампани, один из основателей, который, напомню, сейчас в центре гигантского секс-скандала. Уже несколько десятков женщин обвинили кинопродюсера Харви Вайнштейна в домогательствах и изнасиловании. Следователи Нью-Йоркской прокуратуры заинтересовались рабочими договорами сотрудников компании Вайнштейна. Эксперты полагают, что в этих документах мог содержаться пункт о запрете на разглашение информации, в том числе и о сексуальных домогательствах или дискриминации под угрозой увольнения. Личные дела сотрудников, кодекс поведения компании, а также критерии для найма на работу, повышения в должности, увольнении, формальные и неформальные жалобы на сексуальные домогательства изучат Бюро защиты прав человека при прокуратуре Нью-Йорка. Ни один житель Нью-Йорка не должен идти на работу, где царят страх, угрозы и запугивание, говорится в заявлении прокуратуры. Если расследование выявит нарушение прав сотрудников, то компании братьев Вайнштейн грозят многомиллионные штрафы. Я напомню, эта продюсерская фирма выпустила множество культовых фильмов и лент, удостойных премий «Оскар» и «Бафта», в том числе «Король говорит», «Артист», «Влюблённый Шекспир», «Джанго освобождённый», «Умница Уэлл Хантинг». После секс-скандала Харви Вайнштейн был уволен из совета директоров. Сегодня в Петербурге суд вынес решение по иску программиста Антона Розенберга, который ранее рассказал о своём конфликте с основателем Телеграма Павлом Дуровым и его братом Николаем. Об этом РТВА и сообщил сам истец. Его требования относились к компании с озвучным названием «Телеграф». Розенберг утверждает, что она подконтрольна Павлу Дурову, и что его якобы незаконно уволили после ссоры из-за девушки. И вот сегодня было подписано мировое соглашение, по которому пострадавший получит полтора миллиона рублей. Это примерно 26 тысяч долларов. И, кроме того, получит исправленную запись в трудовой книжке. Антон Розенберг рассказал РТВА, что удовлетворён исходом суда. Параллельно в судебном производстве находится ещё один процесс с теми же участниками. Компания «Телеграф» хотела взыскать с Розенберга 100 миллионов рублей. Это 1 миллион 700 тысяч долларов за разглашение коммерческой тайны о мессенджере «Телеграм». Как сообщил РТВА Антон Розенберг, по условию сегодняшнего мирового соглашения, этот процесс будет прекращён. И почти смешная история. Почта России не доставила вовремя мессенджеру «Телеграм» запрос от Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которая требовала предоставить ключи для расшифровки переписки нескольких пользователей ресурса. Об этом сообщил адвокат Павел Чиков, представляющий интересы IT-компании. ФСБ попросило прислать данные до 19 июля, но, по словам юриста, письмо в кампанию пришло только 21 июля. Из-за этого мессенджер не смог вовремя ответить на запрос ведомства. В итоге за отказ выполнять так называемый закон «Яровой», то есть сотрудничать с ФСБ, «Телеграм» оштрафовали на 800 тысяч рублей, это примерно 14 тысяч долларов. В свою очередь Почта России заявила, что заказное письмо доставили вовремя. На почту оно поступило еще 14 июля, но вручили адресату его лишь спустя неделю. С чем связана задержка в госкомпании, не знают. Почта России официально извинилась перед службой безопасности. На самом деле, Катя, ничего сенсационного. Две мои открытки, отправленные в свое время из Бременной и Вены, так и не дошли до Москвы. Видимо, латинские буквы сбивают почтальонов с толку. Вот поэтому, Гарри, я пользуюсь «Телеграммом» и тебе советую. Во всяком случае, пока его у вас не закрыли. Мы следим за развитием событий. Еще больше новостей доступно на сайте rtvii.com. В двух студиях работали Гарри Книгницкий и Екатерина Катрикадзе. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова